Здравствуйте, с вами Мистер Снейк и это вводная часть по новому челленджу, ну и пока что первому-единственному на моем канале по Diablo 2. Те, кому интересен, в общем-то, сам геймплей, уже переключайтесь на следующую часть, когда она, в общем-то, выйдет. И не смотрите дальше этот ролик, не пишите, что я слишком много говорю, это просто вводная часть, здесь геймплея вообще не будет. Так вот, было, значит, у нас голосование, вы выбрали между Diablo, между пятью, короче говоря, играми, неважно, какие уже там были. Суть в том, что больше там голосов было за Diablo 2, соответственно, я его сейчас и буду проходить. А вторую, Outcast, кстати, у меня там серьезное было подозрение, потому что голоса слишком уж с большой частотой появлялись за минимальное время. Аж кто-то там то ли накрутил, то ли попросил друзей, которых вообще, ну, которые, точнее, не имеют отношения к моему каналу проголосовать. Но, как бы там ни было, пройду я ее только потом, потому что на текущий момент, когда я это записываю, все равно Diablo 2 там вырвалось вперед, а пусть и не намного. Вот, Outcast пройду, значит, потом. Но, так как у меня сомнения закрались, то, значит, подобные голосования я просто проводить больше не буду. Буду сам выбирать каждую следующую игру, ну, и там по реформалу ориентироваться. Вот, что, значит, будет в этом челлендже. Еще раз напомню, для тех, кто, может быть, не в курсе, будет у нас прохождение без использования хилок, то есть красных зелий и фиолетовых, и также без использования таун порталов, чтобы не было никакого смысла возвращаться в город и лечиться, скажем, у Акары. Так-то, конечно, можно без хилок спокойно играть. И будет этот челлендже на протяжении того времени, пока я, в общем-то, один раз не сдохну. Но если я слишком случайно как-то умру по какой-то нереальной глупости или по какому-то лагу, потому что даже в синглплеере он иногда бывает, то до второй смерти, значит. Как только я погибну просто из-за своей глупости, ну, или из-за невозможности нормально дальше играть, или я пойму, что все, капец, ГГ тут никак не вытащить, то я перейду, в общем-то, на обычный уже софт-кор. Ну, соответственно, персонажа я поэтому тоже на софте буду создавать, потому что это не какой-нибудь там паф-эксайл, если вы там умерли, то вы переходите на другую какую-то лигу. Здесь так сделать не получится. Вот, так что у нас снова будет персонаж на софте, но может быть, если когда-нибудь я сделаю четвертое прохождение по Diablo 2, может быть. Хотя я очень сильно сомневаюсь, если оно даже будет, скорее всего, оно точно уже будет без комментов, то поиграем мы на харде, наверное. Вот. Дальше, какие еще правила пока есть? Я делал пробные забеги и, в принципе, набросал кое-что. Вейпоинт можно использовать только один раз за локацию, это на норме уж точно, на Кошмаре и на Хэле я еще посмотрю, потому что будет много чарвов в инвентаре и нужно будет каким-то образом забирать хорошие вещи, которые падают. Вот. И мне в Хэле будет жалко очень уники не подбирать, например. Так что чисто для этого, возможно, я буду создавать порталы, заходить в город, сбрасывать шмот, возвращаться обратно или что-нибудь, короче, придумаем, если буду находить хорошие вещи. Но, по крайней мере, на норме уж точно, вейпоинтами будем пользоваться только один раз. Дальше, как погляди, потому что я еще раз говорю, что я не знаю, к чему это все приведет, я ни разу так не пытался проходить Диабло 2. Но я уверен, что так можно пройти. У меня есть куча задумок на билд, на шмот, то есть и на прокачку персонажа. Буду проходить я друидом, из-за чего я объясню, в общем-то, в прохожении, потому что мне кажется, что он один из немногих, кто может пройти, но это если укачать магический билд. Потому что если качать милишника, то, в принципе, там любой милишник справится из-за того, что есть, как бы, лайф-лич. Что там, лол, без хилок можно спокойно вообще проходить Диабло 2, если у вас просто топовый шмот, там никто вас не убьет с хорошим блоком и лайф-личом. А вот магический именно билд, он тут уже сложнее. Справилась бы, я думаю, и сорка, но ей бы это было бы очень сложно сделать. Потому что она отхилить себя практически ничем не может, в отличие от друида. Ну и, в принципе, ассасинка по той же причине, потому что ее наполовину в милишника можно качать, пока отпадает. Если у меня друидом не получится, прям вообще жестко не получится, то можно будет забить, в общем-то, и начать за ассасинку то же самое делать. Поглядим. В любом случае, я сейчас прохожу оба параллельно, поэтому тем, кому Диабло 2 неинтересно, можете ее даже не смотреть. Ничего не потеряете. Еще одна оговорочка. Этому персонажу нужен будет очень хороший шмот. Соответственно, его нужно будет как-то фармить. Понятное дело, чтобы я слишком много времени на это не тратил, друид это делать не будет. Но я буду фармить только те локации, которые я уже прошел. То есть, так не будет, как в прошлом прохождении. Я чего-то там выгамблил высокоуровневым персонажем и сорки передал. Так мы уже Диабло проходили, так больше мы делать не будем. Как будто бы у нас фармил друид, однако будет персонаж фармить, ну тоже высокоуровневый. Тем не менее, там от этого зависеть ничего не будет. Гэмблит я буду только друидом. Шмотки будут всегда падать только того левела, которого локация. Ну, соответственно, которого, точнее монстр. Ну, уровень монстра зависит от локации. Я еще на всякий случай включил итем левел у каждого предмета, поэтому все будет наглядно видно. Ну, что вам дает, точнее, что мне будет давать высокоуровневый персонаж? Просто у него много МФ, и он быстро зачищает локи. Соответственно, я буду просто время экономить свое личное. А так фактически разницы нет, каким персонажем вы фармите. Просто, если вы фармите персонажем, который к этому не предназначен, вы тупо тратите в 10 раз больше времени. А результат, в общем-то, тот же. Поэтому не нужно говорить, что это какое-то облегчение. Уж со мной по поводу Diablo 2 в том, что правильно, что неправильно, что за что здесь может прокатить, спорить не надо. Я в эту игру лет 10 просто играю и прекрасно знаю уже. А еще я, конечно же, включил ладерные рунворды, ну, потому что без них было бы всего лишь в половину интереснее играть. И потом я такое уже прохождение делал. Оно было самое первое за паладина, когда был абсолютно чистый сингл. Ну, разве что я Players 8 пользовался. Ну, господи, без этого ни одно прохождение нормального человека не делается. То есть, там даже если вы по сетке играете, то в любом случае вы пользуетесь этой фишкой, просто входя в игру, где уже 7 человек играет. Проходить без этой команды это просто нубство. И, к сожалению, если вы не признаете этого, то вы безнадежно отстали, в общем-то, уже от других игроков. Поэтому советую вам по форумам полазать и посмотреть, как, в общем-то, сейчас играют в Diablo 2, как играют в моды. Если, например, возникают такие проблемы с некоторыми модами, как то вначале у вас нет шмота, допустим, и очень сложно убивать там всех с руки, то, как бы, существует отличная просто тактика. Вы включаете Players 8, бегите, собираете все сундуки, собираете, в общем-то, шмот и уже можете нагибать на первых локациях спокойно. Поэтому все хардкорные моды сначала, которые идут, они, в общем-то, на самом деле изи, просто нужен другой подход. И, на самом деле, такого очень много в игре, и с этой командой еще тоже нужно уметь играть, потому что... Ну, я, наверное, в прохождении лучше об этом расскажу, чтобы больше ни у кого никаких проблем с этим не было. Ну, и если еще какие-нибудь такие правила, ограничения или еще что-нибудь придумается в процессе прохождения, то я это обязательно озвучу. Пока вот такой минимальный набор у нас будет. Ну, вот как-то так, со следующей части начнем, собственно, уже геймплей, начнем разбирать. Возможно, какие-то части будут даже без комментов, возможно... Точнее, невозможно, а точно я буду очень много ускорять, поэтому комментить я буду, естественно, после уже того, как пройду. Вот, так что какие-то такие... Ну, какая-то такая, точнее, аналитика будет поверх, возможно, сумасшедшего какого-то геймплея. Так что моих чувств вы уже не услышите по поводу того, что происходит на экране. Ну, я думаю, вы все равно от этого не сильно много потеряете, потому что я в Диабло 2 обычно с Пукерфейсом играю и могу разговаривать вообще на любые темы, даже если меня там окружили и убивают уже. Ну, в общем, короче, ждите первую часть. До новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok